Я хотел бы разобрать сегодня одну часто встречающуюся ситуацию, с которой начинается конфликт. Раз, раз, я уже могу отвечать. Здесь есть некоторые тонкости, которые я сегодня хотел бы вам показать. Они очень важны для того, чтобы все те, кто наблюдает за моими материалами, кто учится в самообороне, не заблуждались. Часто конфликт начинается с захвата двух отворотов. Двух или одного, еще раз один. Да, другой рукой. И два. Я говорил в ролике, где велась речь о соразмерности ответа на такое нападение, что нелогично с точки зрения закона сразу начинать бить. Что лучше всего сорвать захват и, может быть, человека оттолкнуть. Это в крайнем случае. Но идеальный вариант просто сорвать захват. Некоторые люди, будем так говорить, заблуждаются и думают о том, что при таком приеме, в том варианте исполнения, которое делаем мы, человека могут ударить. То есть, смотрите, если я срываю захват, потом срываю второй, меня можно ударить. На самом деле, если делать этот прием правильно, то смотрите, какие здесь варианты контроля такой ситуации. Во-первых, смотрите, когда я срываю первый захват, кстати, этот прием часто используют очень многие борцы, поэтому этот прием не новый. Я срываю захват, я сразу ухожу на дистанцию. То есть, я делаю отклон. То есть, уже ударить меня сложнее. Если вдруг пойдет атака, еще раз. Раз, атака. Видите, я ухожу. Уклоняюсь. Первый вариант контроля. Вторая рука перекрыта. То есть, если я делаю срыв, вторая рука здесь перекрыта. Я делаю сюда же уклон. Если же мне это не удалось, я сорвал одну руку и потом принялся за вторую. Вот так. И вдруг пошел удар. Я могу перекрыться этой же рукой. То есть, смотрите, происходит. Срыв, срыв, удар. Я перекрываюсь. Видите? И опять-таки могу оттолкнуть. То же самое можно сделать в другом варианте. Смотрите, идет срыв. Срыв второй. Человек атакует. Я иду на него. То есть, очень просто. Видите? Я сразу его отталкиваю с его же рукой. И еще вариант. Раз, два, удар. Я закрываюсь локтем. Видите? Вот сюда. Поэтому, на самом деле, вариантов контроля достаточно много. Опять-таки, на мой взгляд, самый лучший в реальной ситуации, это уходить на дистанцию. Раз, и сразу уходишь на дистанцию. Если при этом человек начинает бить, я уже вне зоны поражения. Если вы все-таки остались на дистанции, вы можете сразу же человека оттолкнуть. Более того, смотрите, вот ситуация. Я сорвал захват. У него эта рука перекрыта. Эта рука в моем захвате. То есть, он не может ударить этой рукой. И если он попытается ударить той рукой, я опять могу идти на сближение. Если мне это необходимо. Поэтому, на самом деле, вариантов контроля достаточно много. Поэтому, помните только одно, что принцип соразмерности защиты в ответ на нападение очень важен. И, по большому счету, срывы захватов нужно уметь делать. Один захват. Да, отсюда. Видите? Принцип его следующий. Вы берете двумя руками за руку. И разнонаправленным движением, то есть, руки идут в одну сторону, вы движетесь в другую сторону. Просто срываете захват. Если не получается сорвать его с одной попытки, то вы делаете две попытки. Раз. Два. Как правило, чаще всего захваты срываются. Если все-таки человек очень сильный, и вы начинаете срывать захват, ничего не получается, да? Фактически. То в любом случае, принципом расшатывания, можно захват, по крайней мере, ослабить. Вот вы расшатываете, сами уходите на дистанцию, и если вдруг пойдет удар, вы всегда можете заблокировать. Еще раз. Раз. И тут же, если нужно, ответить. То есть, когда человек уже бьет, я захватил, срываюсь, удар, я уже могу отвечать. Еще раз. 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 Я уже могу отвечать. В нашей технике используются не только срывы, но и удары вместе с освобождением от захвата. Вот смотрите. В любом случае, я могу одной рукой взять, начать срывать захват, сорвать захват, и сразу же атаковать. так же в грудную клетку, чтобы, допустим, не повреждать человека. Смотрите. Получается раз. Сюда. Вот так. Поэтому варианты, они очень многочисленные. И поэтому я очень прошу тех зрителей, которые смотрят мои материалы на YouTube. Поймите, ситуация всегда отличается разными деталями. Есть общие типовые моменты. Если вам есть что сказать, вы хотите что-то посоветовать или высказать свою оценку тому, что мы показываем на наших занятиях, на нашем YouTube-канале, то лучше всего запишите свое видео, выложите в тех же комментариях. Мы его посмотрим и обсудим. Не стоит, я много-много раз повторяю, ни в коем случае не стоит описывать свои приемы в комментариях. И уж тем более высказываться негативно. Почему? Смотрите. Вот в ответ на этот прием, когда я показывал его в первый раз в ролике о соразмерности, защите нападению, был комментарий, что вот, можно, пока вы срываете захват, человека могут ударить. И типа, ты получил по физиономии, ничего не решил, не защитился и так далее. Во-первых, я сейчас показал, что это не так, что есть разные варианты контроля ситуации. Это раз. Второе. Человек, не разобравшись, делая скоропалительные выводы, мало того, что заблуждается сам, это ладно. Но очень часто люди не смотрят видео, а просто смотрят сразу комментарии. И натыкаясь на негативный комментарий, у человека сразу отпадает охота и желание смотреть. Более того, он моментально уже смотрит с негативным предубеждением. И это тоже очень плохо. Почему? В самозащите очень важно ни в коем случае не придерживаться психологии негатива. То есть, какая бы ситуация сложная ни была, нападает ли человек с оружием, гораздо он сильнее, чем его жертва. Это не важно. Важно сохранять настрой, что все равно что-то нужно делать. То есть, в любом случае, шанс вы должны использовать. Ведь я очень часто самообороны сравниваю с протоколом реанимации, допустим. Вот есть протокол реанимации человек. Когда человек там потерял сознание. Он предписывает ряд определенных действий. Но ведь каждому здравомыслящему человеку понятно, что если человек, который реанимирует пострадавшего, выполнит все рекомендации, не всегда есть возможность человека спасти. То есть, бывает так, что не удается. То есть, протокол человек выполнил, а человека спасти не смог. Бывают такие ситуации? Бывают. То же самое происходит и с приемами самообороны. Но человек, который делает реанимацию, он использует шанс на спасение. То же самое, человек, который выполняет приемы самообороны, использует шанс на спасение. Это очень важно. Если вам это интересно, если вы согласны с нашими мыслями, заходите на сайт extreme-fight.org, пишите какие-то свои сообщения, письма. Подписывайтесь на канал. Всех благ. Удачи! Внимание! Если вы интересуетесь темой личной безопасности и хотите больше узнать о системе экстремального рукопашного боя и самообороны, заходите на сайт extreme-fight.org. Здесь вы найдете достоверную информацию о теории и практике системы Extreme Fight, обучающей материалы по основам самообороны, экстремального рукопашного боя и физподготовки, сможете задать вопрос на почту сайта и многое другое. Заходите на сайт extreme-fight.org. Подписывайтесь на новости и помните, никто не сможет защитить вас лучше, чем вы сами. Продолжение следует... Продолжение следует...